Давайте поговорим с вами о народных играх и развлечениях древнего кита. Китайские традиции очень разнообразны. И человек любого пола и возраста найдет что-то интересное для себя. Многие дети фигуры зародились в глубокой древности. Они разошлись по всему китае и стали частью культуры. Некоторые из тех традиций считаются прародителями современных видов спорта. Они были очень простыми в правилах, они требовали долгого объяснения и, главное, не нуждались в каком-то особом инвентаре. Использовалось только то, что можно было найти на улице, но не требовало особо на всех складах китае. Поэтому в играх могли участвовать и дети, и самых бедных в них. Новинная игра в волчок поедилась при династии Исуса. Они особо не заморачиваются, крутят все подряд. Вот, было не было по кругу все.